Здравствуйте, друзья! Мы находимся на погиле пророка Хавапу. Это человек, которого возродили два раза. Один раз то, что он не должен был родиться, и второй раз он умер мальчиком, и пророк Ильиша его возродил, привел из мертвых обратно в жизнь. Этот пророк известен тем, что он говорил, что праведник живет в своей вере. То есть, с одной стороны, можно сказать, что кто такой праведник? Того, которого есть вера, но так, с той же стороны, мы можем сказать, что все мы праведники, когда у нас есть вера, вера Всевышнего. И в этом месте очень важно сказать перед Роша Шана, перед Новым годом, как важна Чува, и как важна изменение. Пророжат Шаву Ани Цавим в этой недельной главе. Говорится о том, что вот мы, начинается недельная глава, вот мы стоим перед Всевышним сегодня. А что это такое? Ну, мы знаем то, что, в принципе, человек находится в месте, во времени, и вот он сам. То есть, есть три параметра. Где мы находимся, когда мы находимся, и кто мы такие. Ну, место меняется у нас всегда, даже если вы посмотрите в GPS, там циферки меняются, и, конечно, разные силы, физические силы влияют на нас по-разному. Время, разное время года влияет на людей по-разному, праздники, шаббат, то, что мы можем в шаббат, и можем в праздники, ну, и так далее. А человек, если я не ошибаюсь, в одной из книг написано то, что то ли в день, то ли в неделю, ну, короче, кровь проходит внутри человека, тоже 12 тысяч километров. По всем капиллярам и сосудам, что является, как будто бы вокруг всей Земли проходит кровь. То есть, что я хочу сказать, это не важно именно цифры, а важно то, что внутри у нас столько процессов происходит. И так как тело влияет на наше сознание, мы можем посмотреть, что даже после кружечки и кофе мы чувствуем себя по-другому. И мы становимся другими. Что это говорит? О чем я хочу сказать? То, что нам надо понять, то, что мы можем изменяться. Мы можем изменяться. И по факту мы меняемся всегда. Стороны реальности человек меняется всегда. А если есть какая-то стагнация, это сам человек, он придумал, как будто бы в морозильник положил часть своего сознания, и вот она у него там сидит, и он думает, что он все время такой, рам-бам, вверхо чува. То есть, как делают чува? Если я не ошибаюсь, пишут такую вещь. Потому что человек, если он про себя говорит, то, что он злодей, он этим самым делает себя еретиком. То есть, не верит в Всевышний. Почему? Не потому, что именно он злодей, а потому, что человек всегда меняется. И он не может быть, он, может быть, у него какие-то качества есть. Но любые качества, они динамичны. И человек всегда может поменяться. Так что до Роша Шана в этом месте я от всего сердца желаю нам всем, чтобы мы поменялись в лучшую сторону. Еще так получилось, что у меня сегодня день рождения. Так что я могу давать, как любой еврей, благословение. Так что я желаю всем всего самого хорошего, чтобы мы поменяли все в лучшую сторону, чтобы пришли всем все брахот, все самые лучшие вещи, которые мы желаем. А негативные вещи то, чтобы от нас отлили всего самого хорошего. Шаббат шалом, шанат ула, шузе. Надо сказать то, что сегодня, почему мы тут находимся, это Йорцайт пророка Хавакуф, сегодня Кавдалет Байлюль, также Йорцайт Хафет Хаим. Так что всего самого хорошего, счастливо и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok